доброго времени суток уважаемые контрагенты это видео исключительно для вас периодически в процентном отношении 1 процент появляются такие запросы то есть мне или по почте пишут или по телефону значит звонят и сообщают о том что значит вы нам отправили какое-то письмо письмо непонятного содержания я не разобрался что это такое и вообще чем это иногда начинают ругаться грозить там еще какими-то карами что такое себе позволяете такое видео я уже записывал записываю повторно вчера два таких звонка было соответственно вот такие письма отправляет научно-практический центр акме лаборатория психологического обеспечения своим потенциальным контрагентом почему я говорю потенциальным контрагентом и откуда это слово берется а берется она с официального сайта Ростехнадзора вот здесь вот она ссылочка есть в этом письме и вы можете по ней перейти и попасть на официальный сайт Ростехнадзора таких МТУ межтерриториальных управлений всего в России шесть сайтов соответственно шесть там уральский Ростехнадзор сибирский Ростехнадзор и так далее Донской Волжский и так далее территориальных управлений Ростехнадзора их двадцать три но не в этом дело одним словом в свободном доступе на сайте Ростехнадзоров вот этих межтерриториальных управлений находятся таблицы excel их может скачать любой желающий любой человек российской федерации то есть гражданин руководитель инженер ПТБ инженер по службе безопасности главный инженер директор кто угодно то есть получив такое письмо и зайдя по этой ссылке вы увидите таблицу скачав которую вы увидите свое предприятие и увидите что в таком-то месяце в таком таком-то году к вам придет Ростехнадзор вот это первая вступительная констатирующая часть нашего письма почему-то вот в основном контрагенты гневные на это все обращают особое внимание здесь написано именное письмо всегда мы отправляем какой-то а о предположим завод условно говоря ммм там рога и копыта как угодно завод генеральному директору Иванову Ивану Ивановичу письмо всегда индивидуально лично номер как это положено исходящий и о проведении проверки Ростехнадзора по обеспечению безопасности деятельности уважаемый Иван Иванович публичное акционерное общество завод там и так далее и так далее какое-то предприятие является подконтрольной давайте это выделю это слово является подконтрольной организации Ростехнадзора это факт это констатация факта мы берем эту информацию еще раз повторяюсь с электронных таблиц или экселевских таблиц экселя которые в свою очередь находятся в открытом доступе ни для кого не не секрет находятся на сайтах Ростехнадзоров территориальных межтерриториальных управлений соответственно мы констатируем вторым абзацом факт что в соответствии с планом мероприятия федеральной службы по экологическому технологическому и атомном надзору планируется в отношении вашего предприятия выездная проверка вот эти таблицы они так и называются там есть столбик строка в которой прописано выездная проверка и обратите внимание в этих таблицах указан месяц проведения этой проверки вашего предприятия то есть Ростехнадзор придет с проверкой сколько там 2 3 4 5 человек комиссия придет на ваше предприятие приедут люди и будут вас проверять проверять по массе массе факторов Ростехнадзор проверяет технические там и так далее и так далее и так далее это в общем-то не в моей компетенции но факт того что он придет и четкое указание месяца когда это произойдет в этих таблицах мы видим в рамках 721 административного регламента организации эксплуатирующие ионизирующие источники излучения то есть там вот как здесь написано объект атомных станций блоки атомных станций сооружения комплексы установки то есть хранение транспортировка перевозка и так далее и так далее и так далее эти предприятия они контролируются и в соответствии с административным регламентом 721 его можно скачать посмотреть на официальном сайте Ростехнадзора центрального Ростехнадзора посмотреть этот административный регламент и там в пункте 35.6.4 написано что новые требования к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований то есть если раньше ваше предприятие проходила медосмотр работники вашего предприятия заключали договор с какой-то там поликлиникой или медицинским центром и проходили медицинский осмотр ваши работники по приказу 302 n то в этом случае с учетом административного регламента необходимо проведение в отношении ваших работников и психофизиологических обследований в соответствии с приказом соцмедразвития 34 с это новое правило вот они здесь указаны да то есть приказ Минздрава соцразвития справка ПФО по приказу Минздрава Российской Федерации 34 с от 30 12 2014 года в соответствии с этими требованиями Ростехнадзора пункт 35.6.4 административного регламента для того чтобы пройти медицинский осмотр по приказу 302 n вам необходимо как и у других специалистов офтальмолога хирурга терапевта что проходят ваши работники на этих медосмотров пройти так называемые психофизиологические обследования и сейчас самое главное тут еще много полезной разной информации от нас содержится можно посмотреть и форма справки по приказу 302 n и форма справки стандартная справка вот она здесь указана да можно посмотреть и скачать вот эту справку по приказу 34 с который идет непременным приложением к справке по форме 302 n и так далее масса масса другой полезной информации и соответственно вот мы завершаем это наше письмо вот такой вот фразой прошу дать ответ о востребованности сроках оказания вам услуг НПЦ АКМЭ по дистанционным ПФО проблема в следующем требуется не требуется подчеркну мы ничего не просим ничего не требуем мы не выступаем как контролирующая организация контролирующая организация является Ростехнадзор научно-практический центр АКМЭ на протяжении 15 лет занимается вопросами промышленной психзиологии проблемой культуры безопасности человеческого фактора и мы занимаемся непосредственно оформлением справки по приказу 34 с предлагаем свою услугу подчеркну эти слова предлагаем услугу от вас ждем только одного ответа требуется не требуется не надо звонить мне на телефон и говорить что мы не подчиняемся Ростехнадзору обманывать меня и так далее я вижу в таблице что Ростехнадзор к вам придет если мои девочки сотрудницы отправляют вам справку по ошибке я клянусь вам если вы мне это докажете что вот ну нет вас в этих таблицах я их тут же уволю в тот же день но если мои сотрудницы отправляют вам справку что в августе месяце вам придет проверка Ростехнадзора и они берут это из таблиц Ростехнадзора а вы мне звоните и говорите нет мы не прав мы у нас нет проверки ради бога это ваши проблемы если вы решаете проблему вот этого контроля психологического контроля другим образом допустим каких-то других медицинских центрах или еще как-то ради бога мы не требуем не просим мы лишь предлагаем свою услугу еще раз повторюсь вот написано август 2017 года в таблицах есть значит проверка будет и мы дальнейшем некомпетентны то есть будете ли вы проходить эту проверку как-то по-другому в других медицинских центрах или как-то решать это другим вопросом хеннесси хорошее слово да в российской федерации я думаю у меня все понимаете одним словом решать проблему можно по-разному у нас в россии официально эту проблему можно решить через 23 лаборатории психологического обеспечения они сейчас находятся в российской федерации всего 23 аттестованных на право ведения таких работ и вот одна из этих лабораторий из 23 это наша лаборатория которая вполне законно стандартно предлагает вам помощь в оказании услуги по получению индивидуальных разрешений на ваших работников то есть помимо того что он проходит терапевта офтальмолога по в рамках медосмотра работники соответствии с административным регламентом пункт я уже говорил должны проходить психологическое обследование требуется о востребованности да требуется не требуется не хотите звонить напишите письмо виктор николаевич не требуется как и почему не требуется это не моя проблема это вы сами решаете хеннесси ли вы это решаете эту проблему с ростехнадзором решаете ли вы эту проблему в других медицинских центрах не аттестованных к этой работе потому что я повторюсь я знаю все 23 аттестованных лаборатории которые имеют право проводить такие психологические обследования для любого человека в российской федерации соответственно требуется не требуется больше мне ничего не надо говорить требуется ради бога милости прошу созванивайтесь готовим техника коммерческое предложение значит готовим официально договор заключаем договор работаем получаете индивидуальные справки по форме 34s прикладываете их справки 302 n все ростехнадзор у вас их принимает не требуется но значит не мои проблемы больше мне пожалуйста не звоните по такому поводу вопрос один требуется не требуется не просим не требуем не контролируем сообщаем да приходит проверка да требуется в соответствии с тем-то административным регламентом не требуется значит не требуется требуется значит давайте работаем потому что гневные какие-то высказывания почему значит контролируете нас никто вас не контролирует все в открытом доступе подчеркну вот такое вот видео для контрагентов если это требуется мы оказываем эту услугу если не требуется мы эту услугу не оказываем благодарю за внимание и удачи вам спасибо Продолжение следует...